Охрана здоровья матери и ребенка В настоящее время подробно изучен патогенез поздних токсикозов. Ведущая роль в патогенезе принадлежит генерализованному сосудистому спазму, который приводит к нарушению функции органов, обеспечивающих гомеостаз беременности. При поздних токсикозах выраженные расстройства кровообращения возникают в центральной нервной системе. Наблюдается спазм сосудов мозга, замедление кровообращения, нарушение микроциркуляции, гипоксимия и гипоксия. По мере нарастания выраженности гипоксии и нарушений микроциркуляции возникает отек мозга. На фоне отека появляются очаги патологического возбуждения коры головного мозга, обуславливающие судорожную готовность. Большое значение в патогенезе поздних токсикозов имеют нарушение функции печени. Сосудистые нарушения приводят к расстройствам микроциркуляции и тканевой гипоксии. Снижаются важнейшие функции печени, особенно дезинтоксикационная и белковообразовательная. Развивается гипопротеинемия. В дальнейшем возникает умеренная жировая дистрофия, развиваются множественные тромбозы, некробиотические процессы, кровоизлияние. Наиболее ранним клиническим проявлением заболевания является нарушение функции почек. Спазм почечных артериум приводит к ишемизации органа, уменьшению клубочковой фильтрации, задержке натрия и избыточной жидкости в тканях, в результате чего возникает отечный синдром. Наряду с этим гипоксия почечной паренхимы обуславливает повышение проницаемости сосудов клубочков, в том числе и для белков. Появляется протеинурия. В отличие от нормально функционирующей почки, гистология клубочка слева, отмечается на бухании эндотелия и сосудистой мембраны клубочка множественные тромбозы. Гистология клубочка справа. Если при физиологической беременности объем циркулирующей крови увеличивается на 30%, то при поздних токсикозах он снижается на 15% в сравнении с физиологической беременностью. Гиповолемия усугубляет нарушение микроциркуляции в паренхиматозных органах. Это приводит к дальнейшему нарушению их функции. Формируется так называемый порочный круг, который усугубляет нарушение гомеостаза при поздних токсикозах. Генерализованные сосудистые расстройства проявляются и в нарушении кровообращения в матке и в плаценте. В отличие от маточно-плацентарного кровотока, характерного для физиологической беременности, при поздних токсикозах отмечается нарушение гемодинамики в межворсинчатых пространствах, спазм сосудов плаценты, замедление кровотока в ворсинах, возникновение тромбозов в них, инфарктов склероза сосудов. В результате нарушения маточно-плацентарного кровообращения развивается хроническая гипоксия и гипотрофия плода. Рисунок справа.